Ола! Хай! Всем привет! Вы на канале Своими Руками. Сегодня мы будем делать очень нарядные резиночки для волос в красно-розовом цвете. Я дала название такой резиночке Аленький Цветочек. Что нам сегодня необходимо для работы? Красное кружево или алое кружево, ширина 4 сантиметра, длиной 30-35 сантиметров отрезочек. Зеленая атласная лента шириной 2,5 сантиметра и длиной 7 сантиметров. Нам необходимо 7 отрезочков для изготовления листиков нашего цветочка. Также широкая атласная лента 2 цветов розового и красного. Ширина ленты 5 сантиметров и нарезать мы ее будем на квадраты, то есть 5 на 5. Розовых квадратов нам необходимо 14 штук и красных 7 штук. Из ленты данного вида нам нужно будет изготовить 2 вида лепесточков. Вот такие небольшие лепестки розового цвета и двухцветные. Вот такие лепесточки. Также надо будет изготовить. Розовых нам необходимо будет 7 штук и двухцветных тоже 7 штук. То есть получается все по 7 штук в количестве. Дальше фетровая основа розового цвета диаметр 3 сантиметра. Резиночка для волос белого или розового или красного цвета у меня белая. Для декора нашего аленького цветочка вот такая бледно-розовая бусинка и небольшой отрезочек белой узкой ленты сантиметровой для фиксации нашей резиночки. А также иголка с ниточкой желательно красного цвета, свечка или зажигалка, пинцет, ножницы, ну и конечно же клеевой пистолет. Ну и можем приступить к изготовлению нашего аленького цветочка. Для начала изготовим лепестки и листочки. Будем делать двухцветный лепесток канзаши. Берем два квадратика красный и розовый и складываем. Для удобства спаяем уголочек. Сложим еще раз в треугольник. И еще раз спаяем уголочки. Отложим пока в сторонку. И то же самое проделаем с красной лентой, но спаивать не будем. Теперь розовый треугольничек мы должны вложить в красный. Следим, что верхушки были на одном уровне. Теперь складываем пополам. Обрезаем кончик. Спаиваем лентой. И теперь должны обрезать нижнюю часть. И оплавить над свечой. Двухцветный лепесточек готов. Выглядит необычно. И довольно таки интересно. Теперь нам нужно сделать вот такие розовые небольшие лепесточки. Берем квадрат розовый. Опять складываем в треугольник. Складываем еще раз. И еще раз. А теперь из уголков делаем вот такие складочки вниз. Сводим к центру. Обрезаем нижнюю часть. Спаиваем. И так же обрезаем заднюю часть наискосок. И так же обрезаем заднюю часть наискосок. Буквально немножко. Испаиваем каждую часть отдельно. Второй вид лепесточка тоже готов. Ну и нам осталось сделать зеленые листики. Берем отрезочек зеленой ленты. Складываем под углом 90 градусов. Складываем еще раз. Немножко спаиваем, чтобы наши ленты не разъезжались. И делаем внизу две стречные складочки. И спаиваем. Наш листик готов. Когда все листочки и лепесточки готовы, можно приступить к сборке нашего цветочка. Двухцветные лепесточки в количестве 7 штук мы просто склеиваем между собой. ОденкоBLEМОК СОЛОК ДИНАМИЧЕСКОМОК ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Утрених著 будультен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приклеиваем DimaTorzok Добавляем Добавляем сразу же зеленые лепестки получается как бы третий слой Добавляем 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 я буду использовать вот такую бусинку нежно-розового цвета цветочек наш готов можно отложить его в стороночку и займемся кружевом кружево желательно отпалить берем наше кружево складываем и спаиваем концы можно склеить ну и огнем получается неплохо стоять теперь при помощи иголки с ниткой мы делаем рюшу из кружева теперь стянули и зафиксировали ниточку ну и теперь можно приступить к сборке всей композиции приклеим цветочек к кружеву теперь займемся резиночкой теперь займемся резиночкой теперь займемся резиночкой и Смотрите продолжение в следующей серии. Основа с резиночкой у нас теперь готова и осталось добавить наш цветочек к резиночке. Вот такую нарядную и необычную резиночку аленький цветочек мы сегодня с вами сделали. Всем спасибо, что посмотрели наше видео. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал своими руками или do it yourself. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Adios, bye bye, всем пока!